Интерспектива проекту по переходу на здоровое питание, для тех, кто к нам только присоединяется. Некоторые минуты назад мы начали проект. Целью было, формально говоря, снижение веса, но мы всегда знали, что это будет длительный проект. То есть это скорее проект по изменению привычек по переходу на более здоровый образ жизни, а не какой-то там интенсивный, короткий. То есть если проект успешен, то я навсегда изменю свое питание и свои пищевые привычки. А не просто достигну какой-то цифры на весах. Что сейчас происходит? Пока мы питались дома, все вообще было легко и просто, потому что все налажено, мы контролируем все торговые пути, все, что поступает в наш дом. В общем, у нас очень сложившийся ритм жизни, поэтому все было легко. Эти привычки легко наслаждались, легко было их поддерживать. Сейчас мы начали путешествовать. Если вы не смотрите второй канал, то загляните туда, у нас много всего происходит. Жизнь предложила нам возможность вести интересную жизнь, и мы поняли, что мы не вправе отказаться, и теперь мы ведем интересную жизнь. И в частности мы много перемещаемся, мы довольно часто не знаем, где будем ночевать. Мы едем туда, едем сюда, выбираем, где будем. Но, естественно, это все довольно сильно сбивает режим, и поэтому придерживаться строгих пищевых привычек стало труднее. Я прямо, как только мы начали путешествовать, сразу ощутил, что, ну, во-первых, чисто технически это труднее. У тебя не всегда есть та еда, которая нужна. Иногда у тебя там интервал еды не такой, как ты привык, и все такое. Ну, и во-вторых, морально. Да, то есть ты переключаешься в другой режим, я вообще там в отпуске, я там переношу тяготы и лишения, время от времени хожу на горы, что-то еще. И естественная реакция, то, что хочется дать себе также послабление, и я не всегда с ними справлялся. И, в общем, чего далеко ходить. Я там ел мороженое вечером, причем две порции. Я ел всякие булочки. Это Вика виновата, она приготовила булочки с корицей, она что рассчитывала вообще, я не понимаю. Причем много так. Да, я съел штуки 3-4, наверное, за два дня. Ну, в общем, да, я довольно часто позволял себе чего-то, и мы довольно часто еще пьем всякие пироль, всякие приятные напитки, которые, естественно, содержат сахар. В общем, придерживаться такой строгой диеты, что совсем никакого сахара и углеводы только супер медленные, у меня уже не получается. Вика продолжает непрерывно стабжать меня здоровой пищей, чтобы я, соответственно, не голодал, с другой стороны, начал перекусывать чем-то неподавающим в моей диете. Вот эти вот хлебцы с хумусом. Прекрасно. Помогают? Голода вообще нет. С майонезом, слышишь? Салат, потому что два ингредиента хотя бы. Тебя можно отпугивать. Да. Ну, попробуй. Овсянка такая вообще настоящая, пахнет волшебно. Еще будут сосиски и яичница. Скажется, с краповыми палочками, да? Андрей с такой скоростью поглощает завтрак, не дает мне снять. Не-е-е. Но, ноу-фото. Да-да. А что с хлеба? Оладушки, сосисочки. Попробуй. Что с хлеба. Не надо скользить. Вау. Вика еще просит меня рассказать про спиртное. Ну, да, мы были в Баварии, мы пили там пиво, но я считаю, что это вообще не считается, потому что, во-первых, летом они пиво очень обильно смешивают с минеральной водой. То есть оно такое очень легкое. Вот, во-вторых, пиво в Баварии, камон. На самом деле, в путешествии все происходит гораздо лучше, чем я рассчитывал. То есть по большей части, тренер, наверное, сама не согласится, но я считаю, что удается придерживаться сформированных привычек. У нас всегда стопудово очень здоровый завтрак, потому что Вика его готовит, это чисто ее заслука. Она готовит прям разнообразный такой, это как full English breakfast, только, только, только здоровый, да? Там только здоровые компоненты. Много разнообразного, в общем, после завтрака я всегда счастлив. А мороженое ты любишь? Люблю. Да. А готов сниматься, чтобы тебе купили мороженое? А у нас же есть мороженое. А Кира уже доела свое, и вафельку тоже съела. Я ничего не ела. Сюда основание. Что мы будем дальше делать? Эти на площадку. Да. Площадку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и по большей части, не то что мы перешли на питание вообще чем угодно под ножном Нет, мы стараемся выбирать тщательно то, чего будем есть Готовим в основном сами, это и сильно дешевле, и сильно приятнее Когда-то я был большим фанатом ресторанов, но сейчас, правда, я понимаю, что ты приходишь в ресторан Даже если тебе кажется, что ты сейчас получишь кучу удовольствия за, может быть, деньги Но в итоге ты платишь много денег, но фактически там то не нравится, это не совсем то Это там не соответствует диете, это приготовлено не так, как ты любишь В общем, мы почти не пользовались ресторанами, кажется, ни разу не ходили В Людвигсбурге один раз ходили Ну, один раз мы поели в Виргартене В общем, я, вот об этом, кстати, скажу, то есть это была прекрасная социализация с друзьями Но то, что я там съел, было не супер вкусно, было против диеты Короче, больше, наверное, сожалений, чем радости Второй раз мы взяли самовывозом из суперзабегаловки в городе Умаге Мы хотели какой-нибудь национальной хорватской еды приготовленной Там же купили плескавицу и курицу для Вики Которые были приготовлены вот в лучших традициях Фаршированы сыром, там масло с них капало В общем, съели их в два пресеста Об этом не жалею, наверное То есть это был такой разумный компромисс Между тем, чтобы питаться уж не совсем тем, чем ты привык Но и не сильно выходить за рамки диеты Мы съели практически чисто мясо И не то, чтобы прям супермного Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если оно такое калорийное, то почему на нем электростанции не работают? На нем ты работаешь Девять, шесть, семь, восемь, девять, десять Давай, детка, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один, два, три, четыре, пять 25 Когда-то на место гораздо больше получается У Андрея уже сегодня второй завтрак Здесь яйца, фасоль горошек, сыр и местный специалитет Эван будет есть омлет У меня омлет и хумус Всем приятного аппетита Кира там тоже омлет ест и смотрит в телефон Субтитры сделал DimaTorzok Горячо, но очень вкусно Угу Да? У нас все под угол Что? Почему так? Потому что Вика приготовила то, что она меня любит А еще я люблю детишек Вкусно Сколько ты штук собираешься съесть? Не больше пяти Я пощаюсь Пока не кончится Пока Лёня не пойдет и не увидит Не увидит И не выкатит всех Все, что вы хотели знать о ЗОЖе Это что-то типа доширакое Но все остальное ничего Тут омлет Кабачковая икра Фасоль Огурцы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вчера мы ехали где-то в 45 часов Гораздо лучше, чем мы будем бомбать сегодня Попробую заварной кофе сделать Потому что здесь только такая капельная американская кофеварка Я считаю, что после Гео кофе еще хуже, чем если его просто заваривать Что происходит с показателями? На показателях у меня пока плата То есть я вышел на какой-то стабильный вес Стабильные замеры И то есть вот с учетом изменений в жизни Да, они никуда не двинулись Они остаются такими же Мы взяли с собой из дома вай-файные весы И честно, везде их подключаем Везде я на них взвешиваюсь В общем, пока просто вот так вот оно держится Прыгает вокруг одной постоянной величины Что я тоже считаю, что в общем неплохо То есть пока идет адаптация Пока еще там всякие соблазны на меня очень сильно действуют В общем, хорошо, что он хотя бы не отскакивает Да, пока мы держимся Значит, можно будет потом продолжить с той же точки Движение дальше вниз, когда удастся взять Что мне дает большую надежду? Это то, что здесь вот мы были у моей одноклассницы И она меня брала с собой бегать каждый день И это вот та привычка, которую я очень хотел вернуть в свою жизнь И сейчас я уже один раз побегал без нее Что дает мне большую надежду То есть пока, наверное, результатов этого еще нет Но если у меня действительно вернется привычка Более-менее каждый день бегать То, естественно, с балансом энергии В организме все станет лучше То есть мне не придется так сильно зажимать еду Ну и плюс это, я считаю, что это здоровее То есть заниматься спортом и есть чуть больше Это гораздо лучше, чем просто худеть на дефиците Вызванном как бы без движения Потому что все-таки какую-то мышечную массу Я, естественно, сохранить хочу То есть я делаю какие-то упражнения под руководством Викидома И я бегаю И я надеюсь, что в итоге это все, в общем, выльется В довольно правильный баланс питания, спорта и образа жизни